Помогать развитию творческого потенциала особенных детей вскоре в нашем районе будет специальная лаборатория с интересным названием «Оптимистскус». Именно искусство и оптимизм призваны помочь детишкам с особенностями развития интегрироваться в обществе, не потеряв при этом индивидуальности. Сегодня такое понятие, как доступная среда, прочно вошло в словесный обиход и в целом в общественную жизнь. Важный стимул в работе лаборатории – это сделать жизнь людей, которым очень непросто, комфортной и активной. Помочь наладить общение, направить в нужное русло и раскрыть творческий, а возможно и научный потенциал. Доступная среда – это доступность для занятий творчеством, искусством, для занятий наукой, для всех, независимо от той ситуации, в которой мы находимся. Именно благодаря усилиям неравнодушных людей была создана эта лаборатория. Снежана Шульга – одна из них. Ее общественная организация «Дети солнца и дождя» призвана помочь деткам и родителям, которые порой даже не знают, что им могут и хотят оказать поддержку в нашем районе. Это проект, направленный на детей, которые хотят социализироваться и дальше работать. Во-первых, это кинематография, это развитие речи, это занятие по технике речи. Это будет и занятие с фотокамерой. Организовать и обустроить лабораторию решили на базе 17-й школы микрорайона Богородский. Новое учреждение как нельзя лучше отвечает потребностям доступной среды. Мы понимаем, насколько это важно сейчас – поддержать таких деток, поддержать эти семьи. Поэтому двери наши открыты. Надо сказать, что в настоящее время проект лаборатории развивается. Еще не все готово для занятий, однако набор в группы уже ведется. Руководитель лаборатории «Оптимистскус» Юлия Ротсерова работает с особыми детками не первый год. Она признается, важно протянуть таким детям и их родителям руку, дать понять, что особенные, не менее талантливые они могут очень многое. Эти дети настолько могут рассказать неожиданные истории. Это не то, что они придумали, а это то, что им иногда снится. И я думаю, что именно такие истории наше общество должно видеть, слышать и воспринимать. Приехали поддержать доброе начинание известные актрисы театра и кино Ирины Безруковой, а также популярные актеры сериалов «Молодежка и кухня». Ребята признались, участие в таком проекте важно и нужно, и пообещали помогать в реализации и в дальнейшем. Развитие детского творчества в каких-либо масштабах – это всегда отлично. Поэтому я с радостью принял приглашение приехать, поддержать начинание. Я готов лично или косвенно, как угодно, принимать в этом участие, насколько будет потребность в этом и насколько будет возможно. Здесь главные действующие лица – дети. И все силы здесь тратятся на детей. Наверное, в первую очередь это мне интересно. Почему? Потому что молодежь – это наше будущее. Главные лица праздника – дети, получили массу положительных эмоций, а их родители – важную и ценную информацию. Нам очень было приятно посетить этот праздник. Дай Бог, не последний. И побольше бы таких праздников. На самом деле, было очень весело, очень позитивно. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».